добрый день дорогие друзья пришло время нашему уроку и есть огромная надежда что интернет нас не подведет что соединения будут хорошие и что появятся люди которые ну как-то так отреагируют на качество звука изображения ждем несколько секунд и просто начинаем сегодня вечером начинается праздник ханука вот сегодня у нас 24 день месяца кислева наступит вечер наступит 25 день месяца кислева ну и как известно что 25 кислева праздник ханука праздник ханука который длится 8 дней и сегодня мы сжигаем первую ханукальную свечу вот появились появился первый человек добрый день если есть какие-то погрешности в звуке или изображении вы как-то намекните добрый день здравствуйте намекните и скажите что там слышно видно и прочее хорошо ли плохо ли сегодня мы поговорим о хануке ну сам бог велел да сегодня праздник ханука естественно нужно говорить о хануке хануке очень разнообразный праздник и о нем так много говорится что даже непонятно что еще можно вот рассказать о хануке люди рассказывают и и скрытые смыслы хануки явные смыслы хануки и намеки и предположения и закон аллаху как нужно поступать как нужно жить в это время что нужно есть что нужно пить как зажигать свечки куда их вставить я так думаю что те кто интересуется этим вопросом они уже для себя ну многое узнали многое открыли и точно для себя решили как сегодня вечером они будут поступать как они будут зажигать свечи эти свечи будут из воска или масляные свечи в общем но я я я не об этом хочу поговорить хотя бы там тоже можно говорить ханука по времени это последний последний праздник в истории ну так скажем еврейского народа потому что события связанные с этим праздником произошли во втором веке до нашей эры 164 год до нашей эры было восстание восстание хасманеев и оно привело к тому что вот евреи освободили иерусалим очистили храм и возобновили храмовую службу и с этим связан праздник ханука значит по по историческим событиям это последний праздник но вот что интересно понятно что это праздник не старый праздник который 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 наши мудрецы обязали нас выполнять по этому празднику нет никаких текстов всякие праздники либо они указаны прямо в таре дано указание вот в таре есть такой праздник его нужно соблюдать либо как в случае с праздником пурим есть трактат магилат эстер и он тоже входит в тонах книгу писаний и опираясь на эти тексты мы каким-то образом знаем что как и каким образом а вот с ханукой вообще нет никаких текстов по крайней мере кодифицированных то есть тексты которые входят в священное писание про ханука они отсутствуют ну можно сказать потому что объясняет наши мудрецы что в эпоху хануки то есть второй век до нашей эры уже не существовало пророчество ну а поскольку не было пророков кто может записать текст текст у нас записывали только пророки поскольку вот они получали эту информацию и они передавали ее нам все что записано не пророками не входит в священное писание поэтому к этому времени пророчество уже ушло его не было и видимо записывать было некому но есть конечно литература есть и достаточно серьезная в которой рассказывается об этом празднике ну и самое главное это во первых книги книги Маковеев да во второй книге Маковеев по-моему в четвертой книге Маковеев рассказывается об этом празднике книга Иосифа Флавия иудейские древности там тоже вот в 12 книге там об этом событии рассказано есть трактат который называется Масехет Таанит да трактат Таанит он достаточно древний и он относится ко второму веку до нашей эры и там упоминается 25 кислева но наиболее распространенный текст который действительно изучается о котором говорится это конечно же талмуд вавилонский талмуд трактат шаббат потому что про хануку нет отдельных трактатов мы уже говорили не в Мешне и не в талмуде вот трактат шаббат Масехет шаббат вот здесь как раз 21 лист 21 страница 2 лист там рассказывается про хана и вот я решил с вами текст сам по себе ну есть несколько отрывков связанных с ханукой со свечами хануки и с ханукой и я просто хочу с вами сегодня прочитать вот этот маленький текст он действительно маленький там всего лишь 10 строчек это еще раз повторяю это трактат шаббат называется 21 лист бет 21 2 идет алиф бет а б а б каждая страница идет номер этой страницы и или она а или она б так в данном случае 21 21 страница б я просто прочитаю и я прокомментирую что здесь написано вот передо мной лежит развернутый этот трактат я прочитаю я вам расскажу что это такое значит первое первое самое слово ма и ханукой можно перейти так что такое ханукой что это ханук либо так сказал кто даже не что а кто а если уточнить вот раша нам тут же комментирует что значит мари ханукой что что она ханукой он говорит по поводу какого чуда устроен этот праздник да алейзе нес она то есть мы полагаемся на какое чудо то есть мы говорим о том что в хануку произошло некое чудо так вот раша и спрашивает а собственно о каком чуде идет и идет речь это первое что мы спрашиваем действительно праздник ханука связан ну во первых с военной победой которая произошла 164 году а во вторых с неким чудом чудом связан с горшочком масла нашли горшочек масла масла там было на один день разлили зажгли я она горела восемь и вот чудо так вот по поводу чего собственно этот праздник по поводу военной победы или по поводу чудо хороший вопрос значит он и спрашивает май ханука по поводу чего ханук дальше написано так да то есть учили наши учителя 25 дня месяца кислеф это 9 месяц 9 месяц если первый месяц это не сам 9 25 числа 9 месяца дни хануки 8 дней 8 день они длятся и в не справляет траура в эти восемь дней и не постятся в эти восемь дней и дальше идет такой небольшой рассказе когда вошли греки гейхал гейхал это первое отделение храма но если вы себе представляете храна то вот это помещение было разделено на две части первая часть большая она называлась гейхал ну или зал так скажем гейхал на иврите это зал или еще называется кодыш святое потом шла занавеска а потом кодыша кадашим святая святых значит в гейхал там где гейхал естественно входили только когани священники там находился семисвечник там находился стол с хлебами и там находился маленький золотой жертвенник для благовоний ну а за занавесью в первом храме находился ковчег завета со скрижалями а во втором храме это место было пусто там ничего нет но в то что называется гейхал кодыш там естественно во втором храме был семисвечник стол с хлебами и жертвенник для воскурения благовоний так вот сказано так когда вошли греки в гейхал то есть вот в первую эту часть да то что называется кодыш а тому коль ашманин они сделали нечистым все все масла все масло чтобы гейхал которое было вот в этом гейхале масло связанное естественно с семисвечником потому что семисвечник горел его заправляли маслом соответственно оливковым маслом определенным приготовленным специально и вот они горели значит когда греки туда зашли они почему-то это масло все испортили каким образом ну него по открывали видимо я не знаю вылили трогали кувшинчики вот эти с маслом эти нам были они были откупорены если они были откупорены она считается уже нечистым не кошельным непонятно что они там с ним делать и дальше написано так шагавра малхут бейт ашманаи и когда взяла силу ли набрала силу набралось это набралось царство дома хасманеев и они победили винацхум и они победили значит они могли проникнуть в это помещение проверили или и не нашли кувшинчика одного и нашли только один кувшинчик маленький с маслом который был запечатан печатью первосвященника то есть его греки не открывали они его не нашли я не знаю не обратили внимание но вот он именно был запечатан печатью первосвященника и в этом горшочке всего лишь масло было чтобы зажечь на один день и совершилось чудо зажгли от него и он горел восемь дней на следующий год постановили вот эти дни считать я мим тувим то есть днями праздничными и каким образом таким образом что читают халель специальную молитву из псалмов халель и года а и благодарение специальную вставку в молитву амида восемнадцатая благословение кто называется года а благословение и там есть вставка аля нисим в аля вот за чудеса и за великие вот события которые происходят вот весь текст который собственно здесь есть больше текста нет и этот текст если мы говорим о вавилонском талмуде он относится примерно к 550 году это шестой век нашей эры то есть само событие пресса происходило во втором веке до нашей эры и книга маковеев собственно описывающие эти события она ничего не говорит о масле не книга маковеев не книга иудейские древности и святой не обмолвились ни одним словом о чуде с маслом там речь идет только о военной победе о том что храм был очищен что жертвенник был восстановлен построен заново и что он восемь дней освещался в силу того что и муше когда он впервые осветил жертвенник в пустыне это тоже происходило восемь дней вот восемь дней жертвенник освещался и через какие-то 600 700 лет возникает вот этот текст ну он записан только через 600 лет вполне возможно что он был где-то и раньше но он нигде не появляется его нет в мишной йод его нет на сегодняшний день он есть но это более поздняя вставка но на иврите что масэхет тянет написано само по себе на на армейском языке а эта вставка на иврите написано то есть тоже более поздняя вставка таким образом именно через 600 лет история с маслом возникает и я немножко хочу разобрать вот этот текст который вам сейчас вот рассказал значит и раша интересуется тем а по поводу какого события мы устраиваем праздник это первое и второе и какие главные заповеди для этого праздника потому что если спросишь так вот человека с улицы а какая заповедь праздника ханки он тебе скажет нужно сжигать свечки первый день одну потом две потом три и так до 8 самом деле это нет талмуде это не сказано талмуде сказано что вот постановили что на следующий год они постановили что эти дни будут праздничные и восемь дней нужно читать галель энное количество псалмов и года вставки в молитву амида вот это заповедь то есть чтение галеля и вставка в молитву амида и это же ставка идет в беркат амазон благословение после еды вот это и есть заповедь получается что свечки это не заповедь хотя тут же тут же чуть раньше вы и выше написано что митвот ханука нер иши вебейто заповедь хануки свеча на каждого человека в доме и там начинают разбирать о том что вот зажигают свечи причем были две системы зажигания свечей система галеля и система шамая шамая утверждался в первый день восемь потом семь и так далее до одной а галеля утверждал диаметрально противоположная идея 1 2 3 4 5 и мы сейчас зажигаем именно по системы галеля они по системе шамая хотя та и другая система правильно они говорят разных вещах просто но аллаха закон идет по бейт или по учению галеля от одной свечки до 8 значит самая важная заповедь это салмы которые мы читаем ежедневно и вода и благодарение вставка в молитву значит напрямую раша не отвечает на вопрос в своих комментариях все-таки что легло в основе праздника военная победа или чудо которое слушать случилось вот этого он не отвечает он просто описывает что 25 кислева и так далее так далее почему 25 кислева вы скажете ну потому что 25 кислева они это очистили я вам хочу сказать одну маленькую тайну рассказать это было не 25 кислева они очистили это гораздо раньше то есть они вошли за храм никто не завоевывал храм стоял пустой то есть как его война война или или восстание начинается в 167 году 167 год это вот событие известное в моде и не когда вот этот старый матить яму у него было пять сыновей он у кого-то убивает а моде и не по истории и начинается собственно волнение так скажем и и люди уходят в горы и начинается вот некое партизанское движение 67 году 167 году до нашей эры и дальше отряды дальше бои и эти бои длятся три года три года и в 164 году отряды под командованием иуды маковея а это третий сын третий сын матить я вам бы не фанана вот этого хашмана и вот эти сын он был первый главнокомандующий они освобождают иерусалим и входят вот в этот разрушенный храм там никого не был он был пуст и вот уже три года он там весь зарастал травой и бурьяном службы там не было поскольку три года назад по приказу императора вот антиоха четвертого епифана на жертвенники храме было значит зарезана свинья и жертвенник стал никошерным и вот теперь они вошли они увидели этот разор который там был они и все восстановили и это было до 25 но они почему-то стали ждать 25 числа почему ну во первых написано и и книги маковеев и по даже у иосифа славе написано что потому что 25 кислева был храм приведен в негодность то есть вот это вот жертва некошерная жертва на жертвенник была тоже вознесена три года тому назад тоже 25 кислева и вот они сказали ага вот когда сделали нечистым мы также делаем его чист но почему греки ждали 25 числа тоже вопрос и есть ответ на этот вопрос это сказано рассказано у у пророка хагая был такой пророк хагая из малых пророков и там сказано было что вот когда люди вернулись из вавилонского плена да что зруба вели зруба вели это тот кто возглавил возвращение из вавилонского плена он осветил храм 25 кисле то есть второй храм по существу начал функционировать 25 кисле вот чем это все связано и поэтому и и пифа антиоха пифан 4 он тоже решил а начали 25 25 мы остановимся и иуда маккаби тоже сказала 25 остановили 25 и начнем с этим это связано значит начиная с друба вели а второй храм он функционировал начиная с 25 кислева вот ответ на этот вопрос 25 кислева восемь дней хануки ну почему восемь потому что восемь дней храм освящается почему восемь и другой вопрос и сам факт масла масло на иврите шемен шемен от слова тот же корень что у слова шмоне восемь и слова шмон то же самое в восемь часов был обыск шемен масло и шмоне восемь восемь обозначает выход за пределы материального мира на восьмой день у нас бритмила обрезание значит именно восьмой день это день контакта а материального и духовного мира и праздник шмени ацерет это конец сукот это восьмой день и видимо храм поскольку он олицетворял соединение духовного и материального он тоже на восьмой день восемь дней освящался и в данном случае он приходил в годность тоже восемь дней восемь дней его таким образом освещали поэтому вот естественно восемь дней происходит это значит но сказано когда греки зашли в гейхал тоже интересно зашли в гейхал и они сделали нечистым все масло и почему-то там какой-то кувшинчик масла все-таки остался запечатанным вот с чем это связано как это понимать и здесь есть интересное объяснение этому дело в том что гейхал или то что называется зал кодыш святое гематрия числовое значение этого слова гейхал 65 а гематрия слова яван греки яван сын ефета греки отсюда приходят греки гематрия его 66 поэтому когда яван с гематрия 66 попадает в рейхал гематрия 65 он может сделать нечистым то что находится в этом пространстве все что в этом пространстве находится он делает нечистым и вдруг обнаружился некий кувшинчик который не открылся он был в этом пространстве но он с этим пространством не соединялся поскольку был запечатан печатью и печать первосвященника о чем нам говорит запечатанность что помимо кодыш святые есть кодыш у кадашим святая святых куда попадает только первоотвещение так вот этот вот запечатанный горшочек это и есть возможность первосвященника попасть святая святых куда греки попасть не мог в это духовное пространство они попасть не могут им это недоступно по по качеству их души и по другим качествам и поэтому поэтому когда этот кувшинчик был найден понятно что это греками уже не тронута то есть очень интересная вещь ведь палахе согласно закону если нет не кошерного если нет кошерного масла чтобы зажечь семисвечник храме можно пользоваться не кошерным нет никаких проблем никаких проблем взять любое не кошерное масло и воспользоваться им для зажигания семисвечника до того пока это кошерное масло не будет сделано или привезено зачем им нужно было вот это вот масло запечатанное это все связано не с этим проблема военной победе понимаете военная победа она ни о чем не говорит о чем потому что сегодня военная победа завтра военный проигрыш и и потом смотрите после этого 64 года вот война началась шестьдесят седьмом году шестьдесят четвертом году мы очистили храм а война продолжалась до 42 года то есть война длилась двадцать пять лет да на третий год этой войны мы очистили храм но дальше война продолжалась и были победы были поражения сам факт победы или поражения ни о чем не говорит вот чем дело но если это победа приводит к чуду то это истинная победа вот чем дело вот это вот чудо которое якобы ведь эти они победили победа да они вошли они очистили и обнаружили масло то есть вот очистили и обнаружили масло это следствие победы и вот это вот чудо она эту победу делает совершенно другой на ее делает истинно у нас в Аллахее есть понятие войн есть война священная то что называется Мелхамед Акодыш или Мелхамед Хова обязательная война есть Мелхамед Решут то есть необязательная война война за землю Израиля за ее освобождение это обязательная война война по по захвату других территорий это необязательная война от обязательной войны люди могут быть освобождены там если они там виноградник посадят женятся дом построят или просто боятся их могут освободить от обязательной войны или то что называется Мелхамед Акодыш не может быть никто освобожден там все участвуют так вот победа которая освящена чудом это истинная победа если же победа была просто победой и вслед за этим никакого чуда не было то это очередная победа это конечно хорошо это конечно приятно но фиксировать ее в качестве праздника на все времена никто бы никогда не стал поэтому это очень важно что греки войдя в Гейхал в Кодыш могли сделать там все нечистым но вот этот горшочек запечатанного масла из пространства святая святых Кодыша Кодыши запечатанное печатью первосвященника то есть то пространство куда только первосвященник может и попасть святая святая святых за занавес вот эту туда греки уже духовного попасть не могли и там это наше это наше там находится свет там находится свет и оттуда как бы это масло достается и это масло начинает давать нам свет ведь столкновение с греками это столкновение с тьмой да когда во второй строчке Берешит в начале книги Берешит написано и тьма над бездной там написано наши мудрецы тут же говорят тьма это изгнание греческое изгнание Галут Яван это тьма над бездной и эту тьму над бездной может только победить свет который будет создан в этот же первый день творения да и сказал Всевышний да будет свет и встал свет и что этот свет он отделил от тьмы вот это два тьма она была в начале потом появляется свет который отделяется от тьмы собственно вот это и есть прототип того что происходит в праздник Хануку значит вот этот свет который в дальнейшем называется свет первого дня творения или скрытый свет свет для праведников органус он нам открывается в Хануку через вот этот горшочек запечатанный печатью первосвещения он только и может отогнать ту тьму которая над бездной то есть грек грека надо понять что почему наши мудрецы говорят что греки это тьма греки это великая цивилизация цивилизация которая действительно познает этот мир материальный мир и учит всех как эти знания использовать в этом мире и вместе с тем несмотря на то что это познание наши мудрецы говорят да это тьма потому что тьма и свет идет речь не о физических явлениях а о духовных конечно о духовных явлениях и духовная тьма это человек может быть ученым познавать этот мир и в духовном смысле он находится во тьме потому что свет и тьма связаны со светом первого дня они со светом четвертого дня именно физический свет это свет четвертого дня мы говорим сейчас о о свете первого дня и символ вот этого горшочка с маслом это именно свет первого дня первого дня и это связано с качеством определенных душ которые спускаются в человеке если душа может воспринимать вот этот божественный свет она его воспринимает если нет то тогда находится в этом мире а этот мир по отношению к духовным консистенциям он он тёмный он тёмный мир матери материальный мир он тёмный и только через наши души мы притягиваем определенный свет и мы его освещаем и поэтому в притчах царя соломона сказано что тара это свет да тара это свет что заповедь это свеча а тара это свет и если ты заповедь подожжешь огоньком то возникает свет свет это тара и и поэтому что сказано в молитве которую мы читаем что пришли греки зашли в этот гейхал сделали все масло нечистым и они затемнили евреям глаза чтобы они не изучали тару вот запрет на изучение тары есть признак тьмы поэтому вся эта история с маслом вот здесь как раз она возникает значит греки могут испортить масло которое находится в первом пространстве кодыш и хал но им недоступна святая святых закупоренный кувшинчик с маслом вот это им недоступно да и вот на следующий год постановили именно читать читать галель и благодарственные молитвы это и есть основная часть заповеди и еще один момент с кувшинчиком вы должны понимать что этот кувшинчик тоже не случайно возникает ведь когда мы читали в прошлой недельной главе о том что яков остался один там на на другой стороне речки и раши тут же спрашивает а зачем он всех перевел на одну сторону ушел на другую сторону потому что он там забыл кувшинчики да и внук раши говорит это были не просто кувшинчики это были кувшинчики с маслом и именно поэтому через много 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 поколений потомки якова удостоится чудо с кувшинчиком с маслом то есть вот кувшинчик с маслом тянется прямо к якова ведь мы же помним что именно в эту ночь яков боролся с кем-то и узнал что имя его не только яков но и из рай и яков и израиль и получается вот такая очень интересная параллель яков стал израэлем материальность приобрела некую духовную ипостась и физическая победа а обрела некую духовность через чудо с маслом да и вот эту параллель я четко просматривают яков стал израэлем а физическая победа в результате превратилась в чудо то есть некое событие связано с духом именно это собственно мы и празднуем на сегодняшний день мы все время говорим о свете причем свет имеется ввиду не физически хотя мы зажигаем вот эти вот свечки но мы говорим что это свечки там полчаса при них нельзя работать это это кадош это святость это свечки имеют определенную святость что напоминает нам минару которую свое время хашмана им зажгли в тот самый день 25 кислева и так далее там течение восьми дней мы это зажигание не для себя мы зажигаем у окошко для того чтобы этот свет проникал наружу чтобы люди проходящие мимо видели этот свет до чтобы был персун нисса как мы говорим чтобы была реклама этого света и он должен минимум варить 30 минут и мы ставим этот шамаж служебную свечку чтобы если не дай бог мы эти 30 минут при этом свете что-то будем делать чтобы мы не нарушали заповеди не пользоваться этим светом в обыденном смысле этого слова здесь есть определенная святость так вот мы всякий раз намекаем что этот свет это свет первого дня творения да он физически и мы не можем бывать другой свет но он нам намекает на свет внутренний на свет духовный вот вкратце я с вами прочитал то что написано в талмуде откуда мы учим законы хануки именно отсюда да ну и в дальнейшем там уже из книг рамбама из шохана рухи так далее там уже более подробно все это описывается вот это я вам хотел сказать сейчас я посмотрю может быть кто-то мне задал какой-то конкретный вопрос те кто смотрит я вам желаю хорошей субботы в эту субботу обычно недельная глава плюс еще отрывочек связанные с ханукой будут читаться ну и зажигайте этот свет наслаждайтесь этим светом ну и дайте свет внутренний другим людям всего хорошего шаббат шалом и хакса